МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня можно много смеяться, по-доброму разыгрывать друг друга и веселиться. Не забудьте, что пять минут смеха заменяют в ложку сметаны. А вот над следующим видео не то смеяться, не то плакать. Его к нам прислали в рубрику «Мобильный репортер». Это что, первоапрельская шутка? Так комментирует автор видео стоимость туалетной бумаги в одной из крупных торговых сетей. За четыре рулона предлагают выложить 555 рублей. Что уж там, капуста нынче тоже золотая. Короткое замыкание произошло на блочном трансформаторе Чебоксарской ГЭС. Но не пугайтесь, это всего лишь легенда. В преддверии половодья и пожара опасного периода на гидроэлектростанции прошли пожаротактические учения. В другим темам сегодня в России стартует запись детей в первый класс. Напомню, подать заявление можно тремя способами. Зарегистрироваться на портале образовательных услуг Чувашия, прийти в саму школу или заполнить заявку на портале госуслуги. Если у вас дома нет компьютера, не беда. Подать заявление можно через МФЦ. Сделать это вам помогут волонтеры молодой гвардии. Сегодня с 8 до 10 часов утра они будут дежурить во всех многофункциональных центрах Чебоксар, Цивильска и Морпосада. Обращаю ваше внимание, предварительная запись в МФЦ не требуется. Также сегодня в Чувашии стартуют дни карьеры в системе государственного управления. Принять участие в проекте может каждый. И для этого необходимо заполнить специальную анкету на портале правительства республики. Участников ждут экскурсии, круглые столы, встречи с руководителями и специалистами органов исполнительной власти Чувашии. Отмечу, дни карьеры пройдут до 30 апреля. 9 апреля по всей стране пройдет тотальный диктант. Проверить знания русского языка в Чебоксарах можно на трех площадках. В Русском драматическом театре, ЧГУ, а также в Национальной библиотеке. А как же подготовиться к проверке знаний? Каждую пятницу на сайте Чувашского госуниверситета проходят вебинары. Сегодня, например, о правилах русского языка слушателям расскажет доцент профильной кафедры ЧГУ. Кандидат филологических наук Тамара Ерина. Начало трансляции в 19 часов. А мы продолжаем вас знакомить с постояльцами Чебоксарского пункта передержки для бездомных собак. Сегодня в нашем эфире 17-й по счету питомец. Его имя Бьерн. Такую кличку псу дали волонтеры приюта. А все потому, что хвостатый уж очень напоминает Мишку. Не только по внешним данным, но и по характеру. В обиду своего хозяина не даст никому, но и первым в конфликт сам не вступит никогда. Предпочитает дружить даже со своими сородичами. Бьерн кастрирован, вакцинирован и ждет своего хозяина. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале Россия.